Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мы вас коротко хотим проинформировать о результатах нашей работы. Они есть. Мы договорились о том, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Собственно, не договорились, а мы их урегулировали. Договорились о том, как и в какие сроки мы это сделаем. Сделаем мы это в течение ближайших 10 дней. Мы нашли схему, при которой мы сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам. Мы нашли возможность взаимных уступок. Договорились о том, как будем работать в этой сфере не только в 2017, но и в 2018, в 2019 году. Мы подтвердили своё стремление создать необходимые правила и основополагающие правила и условия к июлю 2019 года по созданию единого рынка электроэнергии, именно общие условия и правила. Мы подтвердили свою готовность сделать всё для того, чтобы к 1 января 2018 года разработать совместные правила по единому рынку газа, а к 2024 году разработать и выйти на подписание межправсоглашения в рамках Евразес по единому рынку газа. Достаточно много времени уделили вопросам взаимоотношений в сфере финансов и в конкретных отраслях экономики и высокотехнологичных сферах. Закончили только нашу совместную работу и возможным расширением совместной работы в космосе. Много говорили о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. Я просил правительства Российской Федерации, чтобы на этой неделе наши специалисты выехали в Белоруссию и проработали там с коллегами на соответствующих предприятиях, в отношении которых возникли какие-то сомнения с точки зрения соблюдения наших фитосанитарных норм. Я думаю, что все это вопросы, которые решаются в ходе практически совместной работы в том духе, в который сложился между нашими странами на протяжении уже многих лет после подписания соглашения о создании союзного государства. Напомню, что вчера мы отмечали День единения народов России и Белоруссии, а в этом году отмечаем ещё 25-летие установления дипломатических отношений. Так что на сегодняшний день спорных вопросов не осталось, мы будем двигаться дальше, будем укреплять союзнические отношения в рамках союзного государства и работать над укреплением нормативно-правовой базы и над развитием Евразийского экономического союза. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые друзья, я не могу не начать с того, с чего мы, к сожалению, начали переговоры, в другом ключе, конечно. Я вам исключительно благодарен как человеку, что в непростое время в связи с этими событиями мы всё-таки сели за стол переговоров. И несмотря на эту проблему, вы смогли в таком позитивном, порядочном ключе провести переговоры и, как вы только что сказали, что у нас не осталось нерешённых вопросов. Конечно, плохо, что президентам приходится вмешиваться в те или иные проблемы, не нашего уровня, но что поделаешь, такова практика. Мы действительно с Владимиром Владимировичем решили проблемы и по вопросам нефтегазового комплекса, не буду повторяться. Мы договорились о том, что... Долго обсуждали проблему аграрную, но договорились о том, что она у нас в повестке дня Высшего государственного совета, так же и как вопрос о промышленной политике, и мы в ближайшее время согласуем сроки и примем решения по этим вопросам и другим уже на заседании Высшего государственного совета. Мы, чтобы быть абсолютно откровенными, приличный промежуток времени уделили обсуждению проблем международной повестки дня, особенно тех вопросов, которые касаются нас, наших соседей, политики Европейского Союза. Мы обменялись мнениями о взаимоотношениях с Соединёнными Штатами Америки, как выстраивать эти отношения. Я, конечно, просил Владимира Владимировича, чтобы он не забывал и о Беларуси, выстраивая отношения с крупными государствами. Ему предстоят встречи в двадцатке. Я получил эту поддержку и заверение в поддержке нас на всех форумах, как это он делал и ранее. Мы очень много говорили о безопасности. И не только в связи с этим несчастным случаем. Это так было запланировано. Это основной был вопрос. Не нефтегазовыми вопросами мы начали обсуждение. Мы действительно основное внимание уделили давно запланированному вопросу безопасности наших государств. Я не буду здесь ничего конкретизировать. Вы видите, что происходит вокруг. И мы хотели бы просто сохранить стабильность России и Беларуси. Уж слишком мало осталось в этом мире тихих, спокойных точек на планете. И мы договорились о совместных действиях по сохранению нашей безопасности в наших государствах. Владимир Владимирович, я благодарю вас за то, что вы пошли нам навстречу в плане рефинансирования тех задолженностей в этом году. Перед Российской Федерацией президент пообещал, что в течение сегодняшнего и завтрашнего дня он отдаст соответствующее распоряжение по этому вопросу. Еще раз хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день у нас не осталось нерешенных вопросов. Более того, мы смогли заглянуть в будущее функционирования наших экономик. Мы решили эти вопросы. Думаю, что в течение 10 дней, как сказал президент, наше правительство это все формализует и уведут наши экономики в нормальный ритм работы. Еще раз благодарю вас, Владимир Владимирович. Очень сожалею, что все так получилось. Но мы должны держаться вместе. И народы это должны видеть, что мы сегодня с вами и продемонстрировали. Я вам благодарен. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ